А за счет того, что как проявляется различие в расах, мне пришлось в 15 штатах, и там мне приходилось сталкиваться с многими учителями школ, школ, университет и так далее. И знаете, что они мне говорили? В Америке уникальная ситуация возникла, в принципе, когда представители всех рас находятся в одном месте. Желтый, красный, черный, белый. И что мне говорили преподаватели? Не я говорил, преподаватели, которые преподавали по 20-30 лет в школах. Когда школы стали общие, что они говорят? Что, допустим, мне лично говорили, нет оснований им не доверять, потому что они не один человек, а несколько, которые думают, что не знают. Что они говорят? Они говорят следующее. Что, допустим, сидит класс, в нем сидят дети разных раз. Сидят белый, черный, красный, желтый. И они говорили, что за исключением случаев дембелизма, который каждый раз и присутствует, понимаете, я не беру эти случаи, если исключить, что в классе сидят дебилы, больные люди. А вот нормальная деятельность, вот что они говорят? Школьную программу американскую, в общем, примитивнейшая программа, жуткая примитивная программа. Так вот, школьная программа американская. Сидят в одном классе, белый, черный, красный, желтый. И преподаватели мне говорили, что белым детям материал, который происходит в школе, надо себе повторить один-два раза максимум. Они въезжают, большинство. Китайцам нужно повторить 3-4 раза. Медлександцам 5-6 раз. Черным детям, чтобы въехать в материал, нужно повторять 10-12 раз. Один и тот же материал. И они говорят, что мы вынуждены повторять 10-12 раз, потому что если мы не сделаем это, то нас объявят в расизме. Не плохо? А я им говорю, ну извините, ведь вы говорите на одном и том же языке, в одном же классе, все слышат одинаково. Если один ребенок не понял, не потому что он тупой, а просто они разные, им не нужно всех поднять и поднуть ребенку. Потом они сначала находили выход из этого положения следующим образом. Они создавали разные классы, то есть первый класс, второй, третий по способностям. И когда они распределили детей по способам, которые быстро впитывают материал, чтобы дальше, быстрее давать, чтобы они шли быстрее в развитии своего. А потом меньше, 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 то в этих классах почти самый прогрессивный, быстро впитывающий материал, из 10 один только черный оказался. Понимаете? А самый медленный, из 10 медленных оказался один белый. Тоже будет там, понимаете, да? Но пропорции так. Им тоже запретили. Потому что надо сказать, что дети из следующих классов будут считать себя, что их дискретируют. Это вопрос. Если человек, допустим, вот скажите, кто мне рисовать здесь? Хорошо. Вот, есть люди, так? А кто хоть вообще может рисовать, поднимите руки. Больше. А кто вообще не умеет рисовать, поднимите руки. Вот есть тоже такие. Вот, я представлю себе. Если вот человек поднял, что он рисовать хорошо может. И вот люди, которые не умеют рисовать. У них нет таланта к этому. Так что, мы должны ждать, пока вот они научатся рисовать. А зачем? И того, кто может рисовать хорошо, не позволяет ему дальше. Потому что тогда, кто-то не может рисовать, будет себя чувствовать дискриминированным. Это абсурд. Понимаете, расы различные. Они имеют разный уровень развития. Ничего плохого нет. Ребенок не хуже взрослого человека. Но ребенок есть ребенок. А взрослый и взрослый. Отношения к ребенку должны быть как к ребенку, взрослым как к взрослому. Так и здесь. Расы разные. Это не значит, что нужно их порабощать, порабощать их и так далее. Но не значит, что нужно читать. Что все одинаковые. Вот мы выяснили, что здесь кто хуже. Кто умеет рисовать или кто не умеет рисовать. Они хуже, просто разные. А может кто-то не умеет рисовать, может делать что-то другое, что тот, кто рисовать, делает не умеет. Так что, значит, мы должны всех поднять под самый примитив. То есть, которые не могут учить вообще. потому что черные дети 10 процентов они действительно хорошо воспринимают, а 90 процентов очень едино. И что? Из-за этого что они не могут воспринимать? Они развивались в совершенно русских условиях, в совершенно климатических условиях, в социальных условиях. И что? Из-за этого мы все остальные должны ждать, не едутся вперед. А если они не едутся вперед, то наше же пройдет, что мы должны остановиться на месте? Нет. Просто нужно понимать, что люди разные. Так же, как мы видим, среди одной расы разные таланты, проявления. Они не знают, что кто-то хуже и плохо, хуже и лучше. Разные. Так же и расы разные. Можно просто понимать и не манипулировать этим, как выгодно по сути паразитам. Вот и все.